Елена Провязана, глава рабочей группы по разработке рекомендаций по исследованию рака молочной железы после неоадивантной химиотерапии. И ее как раз сообщение будет посещено сандартизацией морфологической оценки и описанием молочной железы после неоадивантного лечения. Рекомендации международной рабочей группы. Спасибо. Хочу поблагодарить организаторов за приглашение сюда и возможность посетить Вашу страну, прекрасную страну. И на самом деле, сколько из Вас работают с образцами в рамках неоадивантной химиотерапии? Вы имеете дело с этими образцами? Потому что это часть того, чем мы занимаемся. Традиционно неоадивантная химиотерапия или терапия без хирургии ограничена. Для женщин с местно распространенным канцером, включая воспалительные карциному и также даунстодирование крупных неоперабельных видов карцином для того, чтобы обеспечить хирургическую резекцию. И, соответственно, лечение женщин с высокорисковым заболеванием, которые потребуют одивантную химиотерапию, базируясь на биологических характеристиках Хополя и клинико-радиологических находках. И это все было как раз представлено прекрасно первыми двумя докладчиками. Преимущество неоадивантной терапии заключается в потенциале для того, чтобы снизить размел опухоли с увеличением объема сохраняющей хирургии, хирургии сохраняющей молочной железы. Это немедленная реконструктивная хирургия молочной железы, планирование и ожидание на списках ожидания. Это возможность осуществлять мониторинг. Так, кстати сказать, вот у нас, конечно, речь идет о шестимичном переводе планирования операции. И для меня очень интересна биология рака молочной железы. Для меня преимущество... Ага, где у нас указка? Это вот возможность мониторить ответ на лечение, смотреть, что происходит с опухолью и предоставлять наиболее эффективную терапию. И мы сейчас подходим к концепции персонализированной медицины. Если смотреть на ответ на лечение, мы можем приспособиться к нашу системную терапию и локорегиональную терапию. Естественно, есть пациенты с PCA, они могут, конечно, не получить плюсы от дальнейшей региональной терапии, таких как адъевантная радиотерапия. И пациенты с плохим ответом, это вот вторая группа пациентов, вот пациенты с плохим ответом можно выявлять, и они могут быть включены в исследование новых таргетных агентов. И здесь можно, естественно, сказать, что мы сейчас новые исследования проводим, это очень важные популяции. Безусловно, США ФД считает, что патологический полный ответ в PCA является суррогатным маркером из кода, и неадъевантные исследования, они меньше, дешевле и дают быстрые результаты. И, конечно, вот эти исследования, неадъевантные исследования, конечно, они не всегда транслируются на плюсы в отношении выживаемости, но надо сказать, что вот очень многие пациенты проходят через неадъевантное лечение. PCA не всегда идеально коррелируется с изменениями по выживаемости, но это очень хорошая модель. Но самая главная интерпретация результатов, что касается оценки до лечения, естественно, корр биопсия очень важна, то есть получить необходимую всю информацию от корр биопсии, она должна быть адекватна, должна быть, присутствует достаточно опухоль, и нужно определить инвазивный ли это рак, необходимо отсоединить ключевые прогностические и предъективные факторы, вот гистологический тип и грейд, также гормоны-рецепторы и PR-статус, HR2-статус и другие биомаркеры, как КИ-67 и мультигенный анализ, для того, чтобы подтвердить необходимую схему трави. Также я была частью международной рабочей группы, и там мы работаем над тем, что если присутствуют множественные опухоли, биопсия, по крайней мере, двух очагов, рекомендуется для подтверждения мультифокальности и гетерогенности, и дополнительной биопсии, также необходимой для трансляционных исследований. С точки зрения оценки акселярных участков, необходимы рутинные ультразвуковые обследования подмышечной области с гистологической оценкой аномальных узлов с помощью кор биопсии, тонкоигольной аспирации. Предварительная рекомендация избежать биопсии стражевых узлов, поскольку надальный ответ является очень важным, независимым прогностическим фактором. Он не зависит от ответа в молочной железе. И также я опишу вам остаточное бремя карцинома, резидуальное бремя, и то, что было предложено группой Энди Эндерсона. И если имеются положительные реакции лимфоузла, то, соответственно, мы меняем тактику. Что касается работы с образцами, это наиболее важные критические ступени в установке наличия PCR в макроскопической оценке образцов, особенно если мы наблюдаем биологический ответ. Это требует сотрудничества коллег, работа мультидисциплинарных команд, мультидисциплинарный подход. Важно говорить о клинических радиологических корреляциях для того, чтобы определить локализацию ложи опухоли, необходимо достигнуть того, чтобы хирургические воздействия были, или хирургические потребности получали бы, или согласовывались с адекватной клинической информацией. И также мы говорим нашим радиологам, даже если будет мастектомия, чтобы использовались маркерные клипы, время диагностики, что является очень полезным в случае даже с прекрасным ответом на лечение. Мы должны знать, что мы берем отбор из нужных участок. Рекомендации от рабочей группы, особенно концепция, которая была уже упомяна, то есть умное мопирование, радиологи, работа с радиоголами, забор образцов. Самое главное, чтобы образцы брались с нужных участков. И самое главное, получить точные результаты, вместо того, чтобы много-много блоков исследовать. Конечно, приходится исследовать очень много срезов. И на макроуровне рекомендация делить мастектамину, что образцы должны делиться на одно-двухсантиметровые срезы. И FDA рекомендует минимум один блок на сантиметр в качестве предварительного лечения размера опухоли. Или, по крайней мере, 10 блоков всего, блоки, которые являются самыми большими. И, конечно, необходимо знать, какова была первоначальная величина. И также 5 блоков, представляющих максимально полные размеры опухолевого ложа, адекватные для оценки целлюлярности, для расчета RCBI. И необходимы дополнительные блоки, если опухолевое ложе не определяется. Мы работаем с крупными ткневыми кассетами, которые могут быть очень полезными для оценки целлюлярности, а также для размера очага. Диаграмма, которая иллюстрирует, о чем я говорила, как делать вот эти разрезы, сколько блоков подготавливать. В нашем институте у нас вот такая форма, регистр. Просто практически мы рисуем картинки вот этих патологических очагов идеально. Необходимо сделать вот так. Для того, чтобы избежать недооценки, вы делаете вот так разрезы максимальному размеру опухоли, так называемое полное лицо опухоли, от 1 до 2 сантиметров срезы. Эти образцы, когда вы их рассматриваете, вы можете даже понять, где лучше взять образец в отношении плотности очага. Несколько случаев представлены на экране. Вот здесь патологический очаг, очень плотная зона. И вот здесь случай с клипсой, клипированием для того, чтобы посмотреть, где располагается опухоль. Но нам необходимо знать, конечно, изначально, какой размер до лечения для того, чтобы обработать всю зону. В случае мастектомии я хочу показать, как клипсы присутствуют здесь. И вы видите ее, определяете микроскопические макрофаги. Мы используем специальные клипсы Giaform, а также мы проводим еще и генетическое исследование опухоли. Что касается, что мы видим под микроскопом, кемиотерапия оказывает влияние и изменяет традиционные прогностические факты. Мы можем изменить степень градирования, увеличивается количество полиморфизма, ядерного полиморфизма, снижается методическая активность, также изменяется паттерн роста опухоли при лобулярном распространении. И также хистологические клетки мы оцениваем с помощью морфологии. Очень большая хистостоидная морфология. Необходимо определить, конечно, во время проведения гистопатологического исследования, действительно это макрофаги или это какие-то другие клетки, в частности, например, патологические клетки. Очень низкий уровень, низкий порог определения, действительно, это макрофаги с цитокератином или нет, потому что сами клетки могут маскироваться под макрофаги. изменения, фоновые изменения, прежде всего, это изменения реактивной отек стромы. Я говорю о неодевантной химиотерапии, затем неодевантной гормональной терапии. Например, если вы видите центральный фиброзный рубец, обычно он появляется после неодевантной гормональной терапии. Иногда невозможно получить нормальный набор, большое количество материала для того, чтобы оценить гистологические изменения, которые представлены там. Хроническое воспаление клетки, хроническое воспаление инфильтрируют зону исследования. Также происходят такие изменения фонового характера после применения неодевантной химиотерапии и гормональной терапии. Это склероз, атрофия даже доброкачественных лобулярных единиц, реактивная ядерная атипия в рамках, в пределах нормальной дольки. Стромальные изменения. это типичные изменения стромы, фоновой, пигментные клетки, макрофаги, распространенные хаотично, гетерогенно, гистеоциты присутствуют в ложеопухоли, изменения в доброкачественных дольках. Это близкие располагающиеся дольки, хроническое воспаление, фоновое хроническое воспаление. Это очень типичная геонолинизация базальных мембран. А это конкретные случаи, когда мы проводили такой, сделали этот разрез, слез, мы увидели вот такие разбросанные базальные клетки, гетерогенное окрашивание, DCIS в этом контексте совершенно очевиден, практически вся, весь, вся зона протока выглядит таким образом. Разбросанные гетерогенные клетки и реактивные воспалительные и рубцовые изменения после неодевантной терапии. давайте посмотрим вот здесь концентрический паттерн с уменьшением размера опухоли, МРТ, и затем постепенно уменьшается и уменьшается. Мы теперь рассматриваем это как единичный очаг. В конце концов, мы видим только юнифокальное изменение. еще паттерн, который может бросить вызвать патоморфологу, когда у нас имеется такой распространенный паттерн, разбросанный, это солитарная большая опухоль, например, но вместо того, что опухоль сжимается, уменьшается до унифокального очага, происходит фрагментация этой опухоли, и в конце концов, вот здесь размер приблизительно такой же, но вместо одного унифокального очага мы получаем разбросанные фокусы опухоли по всей зоне ложа опухоли. Это очень важно, чтобы, когда вы отслеживаете размер опухоли до лечения и после лечения, необходимо принимать это во внимание. Нам необходимо взять образец прежде всего из ложи опухоли до проведения лечения. Когда мы говорим о измерении размера, это очень частый вопрос, который мне задают так называют, существуют определенные нечеткие рекомендации, как делать измерение опухоли. ТНМ не является идеальной схемой для измерения и для оценки стадирования мультифокального заболевания. Когда мы сталкиваемся с такими случаями в нашем институте, мы возвращаемся опять к радиологическому исследованию для того, чтобы оценить это унифокальное или мультифокальное изменение. Смотрим результаты MRI. читаем описание. до лечения было один очаг, мы и после лечения также оценим эту опухоль как унифокальное, несмотря на то, что после лечения это может быть реактивное изменение в строме и появление мультифокальных очагов. Я измеряю вот так очаг, а вот здесь это 40 миллиметров и резидуальная опухоль, которая распространяется в зоне более 40 миллиметров и множественные очаги опухоли, как я уже говорила. Измеряю размер самого большого фокуса, если, например, у нас вот такой паттерн. и это хороший показатель для того, чтобы оценить реакцию на лечение и оценить и предвосхитить, какой же будет выживаемость. Мы используем мультифокальный классификатор. Даже если только у вас имеется унифокальная опухоль, то, опять же, вы вот в данном случае будете измерять самый большой очаг при мультифокальном и использую для этого очага классификацию ТНМ. А затем я измеряю всю эту опухоль, которая представлена здесь, и представляю это в отчете. Если вы используете резидуальные лужиопухоли и знаете общую зону, общее расстояние, вы включаете также туда и зоны, где нет присутствия патологических очагов. Вы всегда включаете вот эти зоны, которые располагаются между очагами, между очагами при мультифокальных опухолях. Патологически полный ответ PSR достаточно сложный показатель, потому что определение данного термина варьирует в литературных источниках. Прекрасная работа была представлена кортизаром, который также является участником комиссии по выработке рекомендаций, гайдлайна. Прежде всего, ответ четко коррелирует с результатами, которые дала германская, немецкая группа. если нет резидуальной инвазивной карциномы в груди и негативные подмышечные лимфатические узлы, то классификация будет следующая T0 PNO0. Если нет резидуальной инвазивной карциномы, то вы можете сделать только DISA и классификацию негативные отрицательные узлы, то тогда у нас получается вот такой ответ, патологический ответ приблизительно 18%. А в исторических исследованиях они смотрели только на то, что происходило в груди. Они не принимали во внимание, что происходит в патологических лимфатических узлах, в частности, в акселлярных лимфатических узлах. Мы работаем как часть мультибисципалитарной команды, это часть нашего исследования, и мы оцениваем патологический полный ответ, и как этот патологический полный ответ коррелирует с хирургическими манипуляциями, хирургическими оперативными вмешательствами и радиологическими и патоморфологическими признаками. Метаанализ выживаемости верхние две это без DCIS, а вот здесь как раз метаанализ, который эквивалентный общей выживаемости без рецидива, в зависимости от того, имеется ли резидуальный DCI или нет. эта популяция практически нет никакой резидуальной заболевания и практически одинаковая выживаемость. Поэтому необходимо, как мы уже говорили, в вашем определении патологического полного ответа нужно включать те изменения, которые происходят непосредственно в груди и в лимфатических узлах акселярных. очень важно определить популяцию, узнать подтип опухоли. Гормоны положительные опухоли, низкий ответ патологический, но лучшая выживаемость. Такая дилемма. ХЕР2+, тройной негативный рак. Также в этом случае мы можем ожидать положительного ответа, патологического ответа, но общий прогноз выживаемости хуже, чем в предыдущих группах. Однако у тех пациентов, у которых нету, не было полного патологического ответа, общая выживаемость не такая хорошая, как в тех двух группах, где был достигнут патологический полный ответ. Нам нужно прежде всего быть очень тщательно отбирать популяцию, которую мы используем для оценки, для того, чтобы правильно интерпретировать те данные, которые получаются. Однако прекрасная работа была опубликована как патологи. Мы знаем в течение длительного времени, что тройной негативный рак это может включать в себя различные подтипы, в частности семь подтипов, различные вариабельные процент патологического ответа, но не было разницы в выживаемости на основании низкого патологического ответа. 50% патологический полный ответ. Это группа, которая чувствительная к химиотерапии, и вот эта группа, которая представлена внизу, это тройной негативный рак, но экспрессирует рецептор антигена. Очень низкий ответ, приблизительно 10%, и вот эта линия серая, но выживаемость достаточно хорошая была. эта группа очень важная группа для наших будущих исследований, поскольку нам нужно над этой группой работать, в частности тройной негативный рак. Поскольку мы понимаем, что нам необходим рестерпективный анализ, есть исследование NOAA, которое рассматривает субтипы ПАМ-50, и только 55% хердва положительных опли, хердва отрицательных субтипа 21% лиминальный, 7% базальный, и 18% нормально выключили. Если посмотреть на разбивку уровней ответа в соответствии с субтипом, может быть ничего удивительного, что высокий самопатологический ответ вот здесь находится, если у нас имеет большое количество хердва иллюминальных хердва положительных опыль, или 50% по сравнению с 29% с улучшениями СФС, поэтому сейчас следует поговорить об ответах в соответствии со степенью. В литературе очень много данных, существуют разные подходы к градированию. Соответственно, основные параметры включают размер резидуальной опухоли, целлюлярность резидуальной опухоли, изменения в целлюлярности до лечения, это показатели ответа, и также в детали хочется поговорить о биомаркерах, это новая система, вот эстрогеновые рецепты КИ-67, мы также смотрим на акселярные области, количество лимфоузлов, которые увеличены, размер метастазов, а вот это мы видим опухоль до лечения и после лечения, и видите существенное снижение целлюлярности этой опухоли у нас видно после химиотерапии. Система была предложена в виде модификации, и это французская система, которая связана со снижением целлюлярности и резидуальных опухолей в этой конкретной системе патологически общий ответ позволяет частично рассматривать DCIS и здесь частичный ответ на терапию и что касается лимфоузлов, то либо они выглядят абсолютно нормальными, если есть фиброз без заболевания и метастатическое заболевание без ответа. Это действительно измерение вида ответа. По контрасту с этим существует еще бремя резидуального карциномы. На самом деле это не мера ответа, это мета объема резидуального заболевания, остаточного заболевания. и здесь нужно смотреть на размеры ложи опухолей. Существует измерение опухолей льва льва целлюлярности, общие ложи опухолей, негативные участки, размеры метастазов, количество положительных узлов. И естественно приходится играть с такими показателями. достаточная целлюлярность это очень важная характеристика. также очки 5, менее 5 миллиметров это тоже показатель, а если у вас низкая целлюлярность 1%, можно иметь показатель 4 сантиметра и это будет минимальное резидуальное заболевание. Это значимые факторы. также если мы им делаем слабулярные карциномы 20% целлюлярность и это может конечно снизить бремя резидуального рака и здесь прекрасный калькулятор онлайновый существует выводит числа и здесь вы видите и бремя и класс здесь представят численные показатели разные классы 0, 1, 2, 3 и также на веб-сайтах также есть системы оценки целлюлярности бремя резидуального карцинома это предмет который изучается во многих исследованиях вот это источник опубликованный в 2007 мы видим группу с минимальным резидуальным заболеванием и группу с полным ответом и исходы и на самом деле тут нет ничего удивленного если ложа 5 сантиметров ложа опухли то есть шанс что можно конечно пропустить какое-то количество остаточного заболевания при анализе этого нужно подумать о биомолекулярных субтипах тройные негативные характеристики это группы с прекрасным ответом с минимальным резидуальным заболеванием имеют эквивалентные исходы которые коррелируются с группой полного ответа но у положительных пациентов даже если субгруппа без CB1 даже группа с прекрасным ответом имеет более плохой прогноз по сравнению с полным ответом поэтому все зависит от молекулярной биологии опухоли это очень главный важный фактор и также существуют разные сценарии это обстановка где существует резидуальная и воскулярная пространство без определения резидуальной фокуса резидуальной опухоли очень редко находит описание такое состояние и необходимо чтобы опухолевое ложе прошло симплирование тут очень много дискуссий в нашей работе группе проходило как это все классифицировать и консенсов что не нужно это рассматривать как патологический полный ответ хотя большинство таких пациентов имеет остаточные узлы и френчин сименс говорили что если идет локализация для воскулярной инвазии используется LVI для того чтобы сделать подсчеты для определения бремени резидуальной карциномы ACB и все это ассоциируется с плохим исходом но я уже говорила что если в груди нет резидуальных опухолей и есть воскулярная инвазия это не нужно рассматривать как если здесь нет полного ответа нужно помнить что это такой редкий паттерн резидуального заболевания который ассоциируется с плохим прогнозом и что касается классификации ТНМ на самом деле тут очень много таких ситуаций когда кажется что нет опухоли и нет полного ответа анализ рецепта после химиотерапии существует немного данных о корреляции гормонного рецепта и хер-2 статуса до и после лечения эстроген рецептор предложение изменения в статусе 28% и если например существует конфликт данных которые влияют на прогноз эстрогенов рецепты положительные до или после лечения эти пациенты показывают лучшие результаты другие серии изменений на эстроген рецептор отрицательные пациенты эти показывают худшие исходы и онкологи как правильно лечат положительные результаты и положительных пациентов и на самом деле что касается хердва мы от 0 21% наблюдаем конверсию по хердва айчэс было много исследований 43% показывают потерю хердва геновая амплификация на айси эйч и существует связь между потерей хердва положительности и более худшими исходами резистентность по сравнению с негативными сап клонами это было исследование 2002 года что касается руководств то они нам рекомендуют рассматривать последующие проводить последующие анализы тестирования определения негативного статуса до лечения выявления морфологически отдаленных участков для финальной удаления проводить терапию и связывать терапию в зависимости от ответа или отсутствия ответа и необходимо биопсию делать коробиопсию до терапии и естественно неопределенность существует в том существует ли измене в статусе и который был бы предиктором ответа на терапию что касается оценки акселярных лимфоузлов все узлы должны рассматриваться в своем единстве необходимы рассматривать участки миксоидных изменений фиброза или скоплением пенисных макрофагов которые наводят на мысль о предыдущих метастазах с ответом необходим промежуточный прогноз который бы сравнивался с истинной негативностью узлов и низкий порог иммуногистохимии является вот здесь мы видим изменение лимфоузлов которые фиброзом заменены микрометастазы с полным ответом эллингер два положительных пациентов да вот есть случаи с узлами 10-12 узлами и вот такой очень драматический ответ получается здесь мы видим фиброз который может и не содержать в себе резидуальных опухолевых клеток а вот это очень интересные биологические участки вот это полный ответ в этом случае были узлы безостаточной опухоли вот здесь мы видим частичный ответ здесь медостатические заболевания отсутствие ответа биологические и с молекулярной точки зрения тут разные клоны участвуют следующее это важность надального ответа и остаточные надаль заболевания еще основной область контрпротиворечия это присутствие изолированных опухолевых клеток в лимфоузлах ДНМ может говорить нам о том что это это группа НО но не ПСР не группа с патологическим полным ответом и ВОЗ советует нам называть узлы положительные то есть не узлы с ПСР патологическим полным ответом что касается меня именно при фиброзе мы говорим о эквиваленте на дальнем эквиваленте минимального остаточного заболевания не рассматривайте это в качестве патологического полного ответа и часто фиброз указывает на предыдущие макрометастатические заболевания с регрессией и измеряем новое издание ТНМ которое сейчас в США в начале 2018 года будет выпущено тоже самый подход к молочной железе то есть размер крупнейших очагов остаточной опухоли в узле должен рассматриваться и любое лечение ассоциированное фиброзом не должно включаться и и также необходимо вот использовать именно такое поход описание количества очагов присутствующих и общее расстояние вот их общее расстояние на которое они распространяется может очень помочь клиницистам определить степень резидуальности заболевания и депозиты менее двух миллиметров это относится к типу ТО Ай-плюс и не рассматривается как группа с патологическим полным ответом и здесь вот хочу показать вот вот здесь видим участки фиброза участки островов а здесь мы измеряем весь участок и вот видите клетки как бы дотрагиваются друг на друга это вот картина справа уже после химиотерапии последнее это биопсия строжевых узлов произошло изменение в подходах биопсии строжевых узлов в нашем институции мы делаем это до лечения преимущество заключается в том что это очень точный метод в некоторых случаях вот рекомендуется химиотерапия и а если означает что это узлы положительные то соответственно нам нужно проводить химиотерапию что касается отрицательных моментов здесь необходимы две операции и здесь может быть задержка с осуществлением терапии до 80% пациентов имеют негативный клиренс это заболевание оно сместилось от строжевых узлов по отношению к акселярным группам с полным ответом и отсутствие информации в отношении ответа на химиатрию в акселярных лимфоузлах это тоже отрицательный момент после преимуществ которые мы рассмотрели мы также должны учитывать такие моменты как моменты касающиеся сопоставимости и точности строжевых строжевых узлов в одевантном при одевантном подходе и в литературе конечно очень много пишется на эту тему в отношении за и против биопсии строжевых узлов и конечно это единая процедура это тоже очень положительный момент а это крупнейшее исследование посмотрите вот это пациенты которые прошли прямой терапии у них на дальнее заболевание посмотрите вот у этих пациентов было клепирование узлов при биопсии всего полного ответа 41% КЕР2 положительных было 65% и 26% имели резидуальную на дальнее заболевание которое ограничивалось строжевыми узлами и у 12-6 это был показатель ФНР при двойном кортировании по сравнению с 20% при единичном кортировании ФНР составило 9% если 3 более строжевых лимфоузлов проверяли в сравнении с 1% если 2 лимфоузла поэтому заключение нам необходимы изменения в подходе к выбору пациентов результатом чего будет более серьезная чувствительность необходимая для поддержки к подходу к лечению строжевых узлов поэтому что нам нужно делать нам необходимо проводить ультразвуковое обследование акселярной области после лечения нужно смотреть на аномальные явления при ультразвуковом обследовании также аномальные корреляции сопоставимые с более крупными метастазами и вовлеченными узлами и здесь и если узлы например видят аномальными то понятно что это уже очень серьезный фактор который требует дальнейших действий теперь что касается сэмплирования мы уже говорили о прицельном подходе к лечению акселярной области 17% клипирования не располагается во время хирургии не во время хирургического вмешательства 6% клипсов в СЛН ФНР сопоставляется с 6,8% ФНР ну и все спасибо пожалуйста докладчики подойдите сюда на сцену выйдите очень интересное сообщение наша клиника полтора года назад перешла на систему подсчета повреждений опухоли по РСБ мы пользуемся МД калькулятором но у меня есть некоторые вопросы и позволите по этому поводу как мне показалось большим значением для степени РСБ является клеточность опухоли нежели ее размер прав ли я в этой ситуации погрешность в размере или погрешность в подсчете клеточности более опасна это это вот как раз та часть работы которую мы недавно опубликовали мы опубликовали результаты в отношении корреляции у нас были прекрасное совпадение если мы как раз оценивали именно целлюларность и именно целлюлярность оказывает воздействие оказывает влияние на тот результат это очень надежный признак когда я говорила непосредственно с нашими коллегами то необходимо оценить например если 10% или 20% ну это вы на глаз оцениваете скажем так я считаю что мы на правильном пути если мы чуть-чуть ошибемся в размере ложи но достаточно хорошо оценим клеточность то это будет более правильный ответ да совершенно верно ну как я уже сказала это конечно вариабельность целлюлярности все равно присутствует и иногда даже мы на глаз оцениваем следующий вопрос калькулятор не позволяет вбить размер лимфоузла менее одного миллиметра это чем-то обусловлено не ну на самом деле вы можете ввести более меньший размер он не считает вот стоит поставить 0.7 и все он замирает вообще-то у меня тоже был такой опыт но не знаю почему это так происходит у меня тоже иногда не получалось но вообще калькулятор должен иногда у меня очень небольшой размер резидуальной резидуального ложа даже фракции какие-то миллиметра доли миллиметра если мы видим очень хороший ответ в лимфоузле и грубо говоря мы чувствуем что метастазы здесь были но они полностью ушли вот вы это трактуете как Н0 или все-таки Н1 если фиброз но нет опухоли Н0 1 YP N0 но иногда клиницисты хотят чтобы мы хотели чтобы мы сообщили сколько лимфоузлов имеет фиброз без опухоли но может быть это мультифокальная опухоль до лечения она была и это реакция которую мы видим это полный ответ в рапорте я пишу косвенные признаки метастатического поражения лимфоузла без наличия клеточности да иногда это очень сложно на самом деле оценить и сказать действительно это все таки вот эти фиброзные изменения они изначальные или они уже после лечения и тогда опухоли у нас резидуально нет нет оцени оценили